Вот мы подошли, отсек здесь, сектор для хранения кормов. Вот сенаж нам интересно. Вот у нас был, мы 4 года пользовались этим раздатчиком, но он 9-кубовый и вертикальный вал у него. Вот сейчас взяли новый с горизонтальными двумя валами, измельчение гораздо лучше идет и быстрее как бы вот фирмы хозяин и он 13-кубовый, то есть у нас уже этот маловатся. Это вот когда будет новый корпус, и вот он будет ходить. Под новый корпус у него запланирован. Сергей, помните, он для чего измельчает? Для подстилки? Нет, это для кормов. Туда загружается, значит, мы делаем смесь такую вот сенаж, рулоны вот эти запакованные, это значит азимовик, 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 азимовик и азимовик, азимовик и пшениц. Мы высеваем с осени на полях эту смесь и в мае месяце мы косим, как и на зеленку косим, потом в волках она подвяливается до 50 процентов влажность и потом сматывается в рулоны и запаковываются в пленку. А где пленку берете? Берем в Европе. Ну как, покупаем у поставщиков, вот в этом году мы купили хорошую, будет реклама, каранзис и греческая фирма, по-моему, не самое лучшее. Делается в Германии, но хозяин грек. Вот смотрите, что такое сенаж, это универсальный корм, зимой открываешь, пахнет чаем, вот Сергей говорит, что Хересом пахнет. Ну это вот порченый, потому что, к сожалению, есть небольшой недостаток, если мыши прогрызли, то рулон вот такой вот стекает рулон получается. Да, то есть здесь рулон, часть порченых. Сколько они хранятся вот так? До двух лет. Вот это урожай, урожай прошлого года, мы его будем, наверное, есть еще до декабря месяца, вот это вот. Но мы еще и продаем его, как бы, вот у нас еще есть организации, покупают. А вот уже закладываем новый урожай, возим с поля, это уже этого года сенаж. Вот уважаемые овцеводы, учтите, когда открываешь именно сенаж зимой, вот это все, что там есть полезные вещества, они не гниют, ферментируются и преобразуются в теле, преобразуются в теле в витамина А. Да, очень хорошо для лактирующих, для молочности именно. Ну, в основном покупатели берут, кто кресом занимается молочным, то есть повышаются надои, там все хорошо с жирностью молока. Если ярко рожает, матка рожает, то она и тоже надо кормить, это вообще идеально. Мы практически круглый год его используем, просто мы в разных пропорциях его добавляем. Бывая летом, когда очень жарко, мы меньше сенажа, больше сена, вот зимой наоборот меньше сена, больше сенажа, потому что мы раздали, он лежит сутки, ничего не происходит, как бы, то есть за это время поедаем сто процентов. И вот обязательно ячмень, да, вот обязательно ячмень. Вот 700 граммов в сутки, два раза. Ну, сухостойных мы ячмень не кормим, которые ячмень кормим только лактирующих. Ну, и молодняк. Ну, там соломы, да, на подстилку.